Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Если семья – это цветущее зеленое дерево, то отец – это его могучий ствол, из которого растут все его ветви и без которого были бы невозможны плоды. В Беларуси впервые отметили День отца. В Брестских администрациях прошли чествование отцов, родителей, воспитателей домов семейного типа. Большая уборка по Брестке в областном центре стартовала экологическая акция по осенне-зимнему благоустройству. Сделай один шаг. 25 субсидий от государства ждут потенциальных предпринимателей, желающих открыть свой бизнес. Выставка традиционной китайской живописи и каллиграфии «Арт-тур Дунзихуэй Беларусь» открылась в художественном музее. Проект презентовал автор, китайский художник, музыкант, магистрант Брестского государственного университета имени Пушкина Дунзихуэй. В эфире программа «Итоги недели» и прямо сейчас об этом и не только. В этом году Беларусь впервые отмечает День Отца, отдавая дань уважения, мудрости, силе, терпению и трудолюбию замечательных мужчин, которые достойно воспитывают своих детей. И восхищаемся многократно теми отцами, чьи семьи мы называем многодетными. Но есть еще и такие мужчины, которые способны на настоящий подвиг – подарить надежду детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Именно таких отцов из домов семейного типа впервые чествовали в Брестском городском исполнительном комитете. О чем разговаривали мужчины, чем делились с главой города, расскажет Людмила Логодич. Среди других торжественных приемов в Брестском госполкоме этот особенный. Не только потому, что День Отца впервые в этом году отмечается в нашей стране, но также потому, что приглашены на него мужчины с большой буквы и с большим сердцем. Ведь каждый из них – родитель, воспитатель домов семейного типа. У меня воспитывается 9 приемных и один свой. Решение, конечно, приняла эта жена основное. Я, конечно, первых полгода был огорчен этим решением, потому что столько детей сразу же после одного ребенка – это был шок для мужчины. Но потом я понял, что я осознал, что это очень счастье. Стараешься быть лучше, потому что они следят за тобой, они наблюдают, они стараются подражать тебе. У меня 8 детей. Я считаю, что отец в семье – это важно, тоже играет роль, потому что воспитание мальчиков и девочек идет по-своему. Девочек по-своему, мальчиков по-своему. Именно вот эта забота и вот эта искренность, любовь, которую может дать отец. Отец не тот, который ругает, а тот, который в любую секунду может тебя поддержать, правильно направить и тобой гордиться. Александр Рогачук подчеркнул, что найти достойных кандидатов на роль родителя-воспитателя в девяти брестских домах семейного типа очень непросто. Поэтому каждый из приглашенных уже на особым счету в нашем городе и обладает высокими моральными, профессиональными и, конечно же, родительскими качествами. Решили, что все-таки надо позвать тех отцов, которые отцы, как говорится, с большой буквы, которые помимо своих деток взяли на воспитание еще деток, попавших в сложную жизненную ситуацию. И я просто восхищен их духом, их, не побоюсь этого слова, отцовским мужеством, которые с такой любовью так эффективно и так красиво говорили о своих детках. Разговор получился содержательным и душевным. Глава города неспешно и с интересом беседовал с каждым из мужчин отцов. А они, в свою очередь, с нескрываемой гордостью говорили об успехах и достижениях своих детей. О том, каким видят их будущее, делились чисто мужскими секретами воспитания. Главное – это доверие, потому что без доверия не получится никогда дружная семья. Мы учим всему хорошему, доброте, доброте и пытаемся сделать, чтобы они были добрые, отзывчивые, хорошие люди. Хотелось бы, чтобы дети получили хорошее образование, достойную работу и создали крепкие семьи. Каждый из приглашенных испытывал волнение, идя на эту встречу. Но, как оказалось, совершенно напрасно. Ведь здесь их ждали заслуженные слова благодарности за их нелегкий труд и достойное выполнение миссии отца. А также чисто мужские букеты и подарки. Для меня очень приятно. Я даже, идя сюда на это мероприятие, думал, какой костюм одеть. Это светлые праздники, на светлом костюме. Дело в том, что то, что у нас президент принял это решение, очень благодарю его за это, потому что отец – это тоже необычная часть семьи. И то, что уже официально у нас отмечается 21 октября, это День отца, меня это очень радует. Если бы к этому дню еще и полагался выходной, было бы вообще замечательно. День отца – замечательный повод еще раз обнять своего папу и сказать спасибо за то, что он есть. Ведь есть такая закономерность, что самые талантливые, умные, добрые, а главное – счастливые дети растут только там, где мужчины проявляют свои лучшие качества. Не оставили без внимания пап в такой светлый праздник – День отца и в Московском районе. Мужчин, родители, воспитатели и домов семейного типа чествовали в такой особенный день первый заместитель главы администрации Сергей Крачко и председатель Московской районной организации «Беларусь» Владимир Боровенко. Сегодня мы собрались здесь наградить наших отцов, так как это приуроченное празднование, которое у нас в республике сегодня, в этот день происходит. 21 числа указан с резидента номер 198 празднуется День отца. У нас в районе существует 5 домов семейного типа, в котором воспитывается 35 детей. Ну и в преддверии праздника мы их собрали отдельных из отцов. Поздравить с этим наступившим праздником, пожелать вам всего хорошего, так как фактически отец является залогом семейного благополучия, защитником, ну и сохраняет традиционные ценности в семье. Отец все-таки тоже является очень важным правовольным камнем семьи и важной опорой. И мы видим вот тоже в тех семьях, особенно где не полные семьи, что не хватает чего-то, какого-то вот твердой руки. Где-то надо и похвалить, где-то надо, может, и поругать, а где-то и слегка и шлепнуть, да, чтобы направить на путь истинный. Поэтому, конечно, пример отца, особенно для мальчиков, он очень важен. Мы участвуем в определенных мероприятиях не только в администрации, но и в трудовых коллективах, где проводится День отца. Поддерживаем многодетных отцов. Есть у нас семьи, конечно, где и отец один воспитывает детей, есть и такое. Ну, вот надо их поддержать, конечно, в этот день. Пример отца для детей действительно очень важен, ведь именно на взрослых равняется нынешнее поколение. Таким положительным примером для всех своих детей является Игорь Дрозд, в семье которого воспитывается четверо детей. Один из которых – приемный. Однако сам мужчина подчеркивает, что дети – это большое счастье, и каждый ребенок для него родной. Эмоции невозможно передать, на эмоциях далеко не выйдешь. Во-первых, это ответственность. И понимание ответственности за чужую жизнь – это сильнее всего, сильнее всяких эмоций. Но то, что дети приносят радость – это однозначно. И то, что нет чужих детей, а все дети свои – это тоже однозначно. Поэтому нельзя разделять приемные, неприемные, свои, несвои. Для нас все дети наши. И поэтому, конечно, чем больше любви, тем больше будет взаимоотношений деткам. Самое главное для каждого ребенка – чувствовать любовь родителей и ощущать себя нужным. Особенно это важно для детей из домов семейного типа, которые нуждаются в родительской заботе и ласке, может быть, даже немножечко больше, поскольку когда-то они были лишены возможности проявления чувств от настоящих родителей. Поэтому возможность обрести любящую семью для каждого из них – настоящее счастье. Много факторов сыграло роль, чтобы обозначить в Беларуси неделю с 14 по 21 октября – недели родительской любви. Ее начинает День матери, а завершает День отца. Это прекрасный повод еще раз сказать теплые слова благодарности и любви самым близким людям. Кроме того, в это время проходит множество тематических мероприятий, направленных на укрепление Института семьи. Представители вертикали власти, различных общественных объединений и организаций приняли в них самое активное участие. Все подробности далее. Быть родителями непросто. Они нас учат, одевают, кормят, помогают с домашним заданием. Каждая мама за своего сына отдаст жизнь за свое дитя. Вот так по-взрослому Леша рассуждает о родительской любви. Ведь у кого-то она есть с рождения, а другим повезло меньше. Но детишкам из домов семейного типа биологических родителей заменили добрые ангелы – родители-воспитатели. Одна из них – Вера Месейчук. Я работаю с 2011 года. Вначале начинала приемным родить, но у меня было двое деток. В 2018 году, когда открылся дом, мы увеличились сразу на шесть деток. Я не считаю, что это работа и детский дом. Это просто дом, где живет большая семья. Эти удивительные люди способны согреть теплом своей души каждого ребенка. И за это они, безусловно, заслуживают самых теплых слов благодарности. С такой доброй миссией, множеством подарков и сладостей, на неделе родительской любви к ним пришли особые гости из администрации Ленинского района. У нас в стране сейчас проходит неделя родительской любви. Это неделя, которая началась 14 октября в День матери. И заканчивается 21 октября Днем Отца, который мы будем праздновать первый раз в нашей стране. Мы сегодня приехали выразить славу и благодарности родителям, воспитателям домов семейного типа за их труд. У них действительно труд очень уважаемый и очень сложный. Мы сегодня приехали с подарками, с представителями общественных объединений наших и наших предприятий, для того, чтобы нашим деткам и их родителям устроить сегодня праздник. В семье Козловых четыре мальчишки и три девчонки. Да, бывает шумно, но зато все радости и горести принято встречать вместе. Главное, что каждый ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым. Что касается родителей, свой выбор, однажды сделанный в пользу большой семьи, они считают единственно правильным. Я считаю, что это очень тяжелый труд воспитывать в такой вот семье всю семью, всем человеком. Поэтому я хочу пожелать своим родителям, чтобы они были добрые, здоровые, терпеливые, сильные. В нашей семье мамы и папы лучшие. Они нас воспитывают, кормят, возят на рыбалку, купаться. Мы с женой приняли такое решение, что все-таки можем нести добро, что мы еще полезны обществу. Не только ходить на работу и трудиться во благо своего, но еще и отдавать свои силы, свои ресурсы на что-то другое. Пока молодые, я считаю, что это полезно, это нужное дело. Не пожалели об этом? Нет, ни минуты. Хотя есть некоторые трудности, но трудности нас никогда не пугали. Не испугали трудности и Ольгу Мессиюк. А доказательство этому, что вот уже четыре года она работает по призванию в доме семенного типа. Сегодня в этом уютном гнездышке четверо приемных и двое своих ребятишек. Подарки, поздравления и добрые слова растрогали маму в этот день до глубины души. Сердцем я благодарна таким людям, которые нас не забывают. С огромной благодарностью говорю, очень приятно это на сердце. И, соответственно, эти эмоции, они останутся на целый год. По последнему адресу в списке гостей ожидал встречный сюрприз. Всех пригласили за шикарный сладкий стол. Мама Ольга оказалась не только радушной хозяйкой, но и отменным кулинаром. А еще она отлично справляется со своей миссией родители. Душой болеет за каждого из шестерых детей, помогает им с учебой и самореализацией. Мы, скажем так, в каждом ребенке пытаемся разглядеть все-таки какие-то его особенные качества. И в приоритете у нас, конечно, социализация детей, адаптация, чтобы они чувствовали себя такими, как все, чтобы не были замкнутыми. Нам бы хотелось, чтобы они раскрылись как такие сильные личности. Такой должна быть настоящая родительская любовь. Она лечит раны, покрывает беду и дает ни с чем не сравнимую силу. Счастлив тот человек, у которого есть любящие родители. Ведь мама и папа – это два крыла, благодаря которым можно лететь через все жизненные невзгоды. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем. Осенне-зимний период традиционно знаменуется чередой мероприятий по благоустройству города. Уборка мусора и приведение в надлежащее состояние скверов и парков, вырубка дикорастущих кустарников, посадка деревьев – это лишь часть той работы, которую выполняют специалисты предприятия «Коммунальник». Да, это зона ответственности жилищно-коммунального хозяйства. Но все-таки, если взвесить все «за» и «против», вместе, сообща, навести порядок на своих территориях, частных и прилегающих к многоквартирным домам, офисам, предприятиям – гораздо проще, быстрее. Но это так. Отступление лирическое. А мы расскажем о том, как проходит экологическая акция в нашем городе. Осень – пора конца теплых дней, опавших листьев и начало генеральной уборки. А потому в Бресте в это время с середины октября до середины ноября проходит экологическая акция по осеннему благоустройству. Ведь благоустройство города – важная составляющая комфорта горожан. А комфорт, в свою очередь, способствует хорошему настроению и, как следствие, даже улучшению самочувствия. Коммунальные службы усиленно готовят город к предстоящей зиме. Один из этапов уборки – сбор листвы. Фронт работы большой. Начался сейчас листопад. И люди относятся к этому серьезно. И свои обязанности выполняют добросовестно. Техника обеспечена. Средствами малой механизации воздуходувки тоже у нас есть. Продвигается работа нормально. Вот уже порядка 18 лет Нина Кондаревич работает на предприятии «Коммунальник». И каждый день выполняет не только нелегкую, но и недамскую работу. Как признается сама женщина, за столь долгие годы привыкла ко всему. А во многом и вовсе видят плюсы. Я уже почти 18 лет работаю в этой сфере. Во всяком случае, мне все устраивает. График работы, зарплата. Ну, бывает, хочется что-то больше, чтобы было. А так, ну, работаем. Иногда бывает очень тяжело. Если надо, что-то дам нам, дают технику. Все. И Бродвей, и пылесос бывает, что дают. Вот именно здесь, даже в прошлом году, так к нам приехала техника. Мы только кучи. И уже не надо было грузить. Пылесос все засосал и уехал. А так, ну, бывает, что не ценят нашу работу, единственное что. Потому что, ну, люди по-разному относятся к нам. Обычно с шести начинается рабочий день. Ну, летом проще. Видно все. Сейчас темно. Мы стараемся так где-то пройтись. Мусор где-то пособирать, мусорки почистить. А уже потом, когда виднеет, начинаем там приладковую убирать, там, газоны, если там надо. Вот так и начинается. Ну, нормально. Тяжело, но привыкли уже за столько лет. Объем работы уборки листвы в городе над Бугом действительно велик. Рабочих рук не хватает, несмотря на то, что бригада мобильная. Потому на помощь коммунальным службам выходят школьники, готовые помочь в любое время. В 20-й школе экологические акции давно уже стали нормой. Мы все время говорим детям, что вы проводите большее количество времени именно в школе. Это ваш второй дом. И надо приучаться к порядку. Надо приучаться, чтобы вы оставлялись за собой и в классе кабинет, и пришкольную территорию в порядке. Потому что именно с этого начинается, как мы считаем, и патриотизм, и гражданственность по отношению к школе, к семье, ну и, конечно же, к нашему городу любимому. И к нашей стране. У нас составлен график. Вся территория поделена на, скажем так, на определенные участки. И каждый класс выходит с уборкой. Вот сегодня, в субботний день, у нас вышло пять классов с инвентарем. Работают, убирают листву, подгребают траву. На первый взгляд, территория 20-й школы чистая и ухоженная. Однако работа все же нашлась для каждого школьника. Остатки листвы, местами небольшие, обломанные ветки, которые попадали с деревьев, незначительный мусор. Казалось бы, это не особо бросается в глаза, но у хороших хозяев должен быть полный порядок. Поэтому мальчишки и девчонки с воодушевлением и энтузиазмом помогали наводить порядок на участке своей альмаматор. Так как сейчас 21 век и молодежь сидит дома в компьютерах и телефонах, то я считаю, что субботник – это отличная идея, потому что можно собраться классом, пообщаться и сделать очень хорошее дело. Уборка листвы в самом разгаре, но одновременно с этим в Бресте проходит высадка молодых деревьев. Осень благоприятна для этого время. В этот раз наша съемочная группа попала на посадку молодых деревьев по улице Бориса Маслова. Город Брест, правда, у нас признан самым зеленым и благоустроенным городом в Республике Беларусь, поэтому надо постоянно эту марку поддерживать. Сейчас наступил как раз этот период осенний, когда производятся активно посадки и высадки по городу. Вообще существует два посадка, то есть у нас посадка либо компенсационной посадки, это взамен деревьев, которые мы удаляли, были признаны аварийными в течение года, либо это посадки по объектам, где новое строительство производится, то есть это новые посадки. На данном участке мы видим высадка, это компенсационные посадки, здесь высаживаются клены. Основные породы по высадке на территории Бреста – липы, клены, дубы, рябины. Из хвойников это ели, пихты, хтуи. Высадкой деревьев занимаются профессионалы своего дела – коммунальные службы. Как результат, 90% деревьев приживаются и вырастают. Но вот чего не стоит делать самим. Очень много сжалов поступает от жителей, которые раньше лет 10-15 назад поусаживали деревья, а сейчас встает вопрос с шириной проезда, с проходом, что людям царапают глаза и повреждают одежду, и с сетями, то есть либо уличное освещение, либо электроснабжение дома. Также жильцы не имеют понятия, что у нас идет под землей – водопровод, газопровод. Поэтому потом приезжает эксплуатировающая организация и говорит, что дерево необходимо удалить, так как оно повреждает сеть. Благоустройство – это не разовая акция, а повседневный и кропотливый труд. Благоустроить свою улицу, ближайший парк или сквер, убрать мусор. Поучаствовать в экологической акции по озеленению, генеральной уборке может каждый. Так на своем личном примере показали представители организации БРСМ. На грязной жилой территории по улице Домковская, 6-1, находиться было невозможно, ведь бывшая хозяйка дома, если так можно сказать, превратила двор в свалку. Мы в июле месяце приезжали уже сюда с целью убрать подход к данному дому, навести порядок и, в принципе, принести какую-то полезную лепту в наш прекрасный город Брест, который с каждым годом становится все более краше, красивее, благоустроеннее и, в принципе, приятнее для жизни. Участие молодежи в подобных акциях, оно очень нужно, так как ЖКХ не справляется, им нужна наша помощь, мы выходим им навстречу и помогаем. Наши ребята с нашего предприятия, они активно участвуют в этом, мы все вместе за это делаем. Наследство, которое после себя оставила бывшая хозяйка, гору мусором, теперь приходится разгребать администрации Ленинского района и работающей молодежи. Существующий беспорядок на территории приносит большие неудобства. Соседям принято решение осуществить уборку добровольными силами добровольцев, людей, которые готовы поддержать город и сделать его чище, убрать данную территорию. И это нашел отклик среди людей, присутствующих сейчас на этой акции. Город над Бугом – один из самых благоустроенных городов Беларуси. Во многом это благодаря осознательности самих жителей. Практически каждый двор в частном секторе похож на цветочные мини-инсталляции. Каждый уголок города радует глаз. И чтоб так было всегда, не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном. Большинство людей сталкивались с потерей работы или основного источника дохода. А ведь финансовая стабильность и независимость – одно из необходимых условий уверенности в завтрашнем дне. Выходом из такой ситуации может быть открытие собственного дела. И многие из нас время от времени задумываются о такой возможности. Хорошая подспорья в этом вопросе – государственная субсидия, которую можно получить в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. В 2022 году такая материальная поддержка была выделена 23 гражданам. Но до конца текущего года на нее могут рассчитывать еще 25 будущих бизнесменов. Условия предоставления субсидий и мнение тех, кто уже открыл собственное дело в материале Людмила Логодич. Изысканная атмосфера салона красоты, много профессиональной косметики для волос и довольные клиенты. Еще пять лет назад Ирина с красивой фамилией Дорогая могла только мечтать о своем бизнесе. А сегодня она руководитель Place Beauty Studio. Теперь стабильное место работы есть не только у нее самой. Она – потенциальный работодатель для других. Решиться сделать первый шаг было непросто. И хорошим подспорьем стала государственная субсидия. Я планировала в любом случае открывать свое дело и начинать путь как индивидуальный предприниматель. И я узнала о такой возможности, что можно пройти курсы по обучению предпринимательству и еще получить субсидию на развитие бизнеса. Субсидия предоставляется безработным гражданам, которые состоят на учете в органах по труду, занятости и социальной защите. На данный момент она составляет 3613 рублей 50 копеек и является целевой, то есть выделяется, например, на закупку конкретного оборудования, мебели или сопутствующих товаров. Решение о ее выделении принимается после написания бизнес-плана. Безработных направляют на курсы подготовки-переподготовки для прохождения обучения основам предпринимательской деятельности. Там они пишут бизнес-план, свой уже конкретный, единственный, в котором они раскрывают свой вид деятельности. Они пишут выбранную систему, форму налогоблажения, как это будет происходить, какие шаги они будут делать, что они собираются достичь через год. Одной из тех, кто прошел этот путь, стала и Ольга Кукол. Когда-то она, имея 25-летний опыт в качестве ведущего инженера, столкнулась с профессиональным выгоранием и, как следствие, осталась без работы. Сегодня она сертифицированный коуч, который помогает другим разобраться с проблемами и обрести себя. Когда я узнала, что наше государство так помогает предпринимателям, я решила тоже стать предпринимателем. Это была моя мечта. И центр занятости показал мне эту дорогу. Конечно же, при этих условиях открыть предпринимательство получилось очень быстро и легко. Легко, потому что я взяла ответственность за свою жизнь на себя. Я начала писать бизнес-план. Когда ты пишешь бизнес-план сам, тогда ты видишь, что ты будешь делать в этом предпринимательстве. И сейчас такая огромная поддержка в виде того, что я покупаю на деньги субсидии ноутбук и принтер, который мне просто необходим в моей работе. В текущем году в Бресте выделено 23 субсидии на открытие собственного дела. До конца года их могут получить еще 25 безработных граждан. Шанс есть абсолютно у каждого. А чтобы не сожалеть об упущенной возможности, необходимо только поверить в свои силы и сделать первый шаг. О других событиях. Студенты и преподаватели Брестского государственного университета имени Пушкина провели торжественную церемонию закрытия третьего трудового семестра. В нынешнем году в нем были задействованы 57 студенческих отрядов. Направления различные. Педагогические, сервисные, строительные, волонтерские, сельскохозяйственные. В подведении итогов и награждении лучших приняли участие представители городской организации БРСМ. Сотрудники организации, принимавших студенческие отряды, а также командиры и бойцы студенческих отрядов. Насколько насыщенным выдался третий трудовой семестр для молодых людей, расскажет Лариса Осмолович. Стала добрая традиция открывать третий трудовой семестр и закрывать его в Брестской крепости, на этой легендарной земле, где, по сути дела, началась победа нашего народа в Великой Отечественной войне. И символично то, что третий трудовой семестр, это связано с понятием студенческий отряд, бойцы студенческого отряда. Очень приятно то, что в настоящее время вот это слово «бойцы» ассоциируется только с мирной трудовой деятельностью. Действительно, такие простые слова «мирная трудовая деятельность» и «бойцы» не в смысле «воины». У нас, белорусов, имеют мирный смысл, а не мы вспоминаем и говорим с содроганием. Невозможно понять и невозможно простить фашистов, невозможно забыть павших героев, а потому уже по традиции. Церемония закрытия третьего трудового семестра началась с возложения цветов к вечному огню цитадели над Лугом. Верните память, верните сами, я отвалю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Как быстро летит время. Кажется, совсем недавно эти молодые люди получали напутствие на работу в третьем трудовом семестре. Уже сегодня их благодарят за качественно выполненные обязанности. Более тысячи студентов Брестского государственного университета имени Пушкина провели лето образца 2022 активно, креативно и даже пополнили свой бюджет. Студенческие отряды всегда позволяют нам попробовать себя в новых каких-то начинаниях, обрести друзей, и поэтому студенческие наши дни в их составе всегда очень веселые и насыщенные многими мероприятиями. Судотрядовские дни прошли просто замечательно, познакомилась с новыми ребятами и в общем супер. Педагогический опыт вы приобрели? Конечно. Работа с детьми – это просто замечательный опыт. Очень рада, что поработала в лагере с детьми и, конечно же, поеду еще раз и не один раз. Работа с детьми – это такой невероятный опыт, такое счастье, радость. Ты отдыхаешь вместе с ними, веселишься вместе с ними, это прекрасно. В 2022 году студенты Пушкинского университета трудились в 57 созданных отрядах – педагогических, строительных, волонтерских, сельскохозяйственных. Для многих это первый опыт не только практической деятельности, но и начала постижения будущей профессии. В этом году Брестским городским штабом трудовых дел было трудоустроено порядка 1100 человек в студенческие отряды. Это более 90 отрядов трудились на территории Брестской области, а также участвовали в республиканских проектах, таких как «Атлант», «Хатынь». Работу можно оценить ребят как отличную, хорошую. По отзывам нанимателей у нас только положительные отзывы. Всех работа устраивает. Ребята работают в полную мощь и в полную силу. Наград и побед у этих юношей и девушек будет еще много, но самые первые грамоты, благодарности запомнятся надолго. Подчеркивали всех бойцов студотрядов, кого-то лично, другие выходили командой, но никто не остался незамеченным. В 2022-м ребята сработали весьма успешно. Подчеркивалось, что работодатели остались довольны молодежным энтузиазмом и уже сегодня готовы заключать договор на следующий год. Трудолюбие у пушкинцев – это семейно-студенческое. «Студенты уже, раз они учатся в университете и учатся хорошо, мы довольны нашими студентами, то у них есть трудолюбие, поскольку трудолюбие предполагает не только физическую работу, но и умственную. А здесь еще большое значение имеет такая нравственная категория, как работа в команде, чувствовать локоть друга, помощь. Мало того, в студенческих отрядах формируется дружба, которая потом проходит годами. Ну, может быть, и любовь кто-то встретит свою». «В этом году мы работали в национальном детском центре «Зубрёнок» и участвовали в проекте «Вожатый-2022». Ну, действительно, этот уровень уже совсем другой. До этого мы работали в лагере «Орлёнок» около Бреста. Сейчас нам такая вот честь выпала представить нашу область вообще на республиканском уровне. Дети такие же везде, везде. Они такие же добрые, веселые. То есть, есть отличия только, наверное, в ответственности. Ответственность больше. Судотряд – это семья, действительно. Вот мы уже стали семьей друг с другом. Без каждого члена нашего отряда не было бы вот наших результатов, которых мы достигли. Поэтому команда – это то, что нас объединяет и то, что нас ведет вперед, чтобы достигать еще больших вершин. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». К 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Белоруссией в художественном музее была открыта выставка традиционной китайской живописи и каллиграфии «Арт-тур Дунзихуэй Беларусь». Это пятая персональная выставка в рамках гастрольного тура по Белоруссии автора «Вернисажа». Китайского художника, музыканта и педагога, а сегодня и магистранта Брестского государственного университета имени Пушкина Дунзихуэя. О выставке и об авторе расскажет Анастасия Мелешкевич. В Брестском художественном музее состоялось торжественное открытие выставки китайской живописи и каллиграфии «Арт-тур Дунзихуэй Беларусь». Выставка приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью. Проект презентовал сам автор, известный китайский художник, режиссер, педагог, музыкант Дунзихуэй. Сегодня он магистрант Брестского государственного университета имени Пушкина. Я уже пятый раз представляю европейскую гастрольную выставку современного искусства мастера Дунзихуэя в Беларуси. Проводя эту выставку, я надеюсь построить мост культурных и художественных обменов между Китаем и Беларусью. В экспозиции представлено 47 художественных работ. Это написанные тушью пейзажи, цветы, птицы, горы и реки, а также образцы китайской каллиграфии. Художник Дунзихуэй в своем творчестве удачно соединяет китайско-европейское, древнее и современное, воплощая главные особенности линайнской школы – броские цвета, широкие линии, плавные переходы красок, создающие живую атмосферу и рисунка. Представленные картины Дунзихуэй писал как в Китае, так и в нашей стране. Я считаю, что моя передвижная выставка, продолжавшаяся в течение года, уже привлекла внимание многих мастеров кисти, экспертов и ученых. Это хороший знак, что надо и дальше строить китайско-белорусскую базу культурного и художественного обмена. Поэтому Брест для меня – знаковый город. Китайская живопись – это своеобразное видение окружающей природы. Интересная подача, необычное сочетание цветов, совсем иной подход к написанию картин. Все это кардинально отличается от белорусской живописи, а потому вернисаж вызвал неподдельный интерес у посетителей. Мои впечатления очень позитивные. Они очень светлые, интересные, необычные для нашего глаза, для нашей эстетики работы. И, конечно, было каким-то немножечко прорывом, что ли, когда ты это только видишь по телевизору, и вдруг вот оно вживую, как оно на самом деле выглядит, как оно пахнет в конце концов. И тем более, что виновник сегодняшнего торжества высказал большое желание, выразил, точнее, провести мастер-класс по каллиграфии для учащихся нашей школы. Поэтому мы с ним познакомимся еще ближе. И я думаю, что это послужит только самым лучшим образом для укрепления культурных и исторических связей между нашими странами и нашими детьми. Вы имели сегодня прекрасную возможность ознакомиться с его творчеством. Он хорошо поет. Он, хочу сказать, также в общении очень приятный человек. С ним приятно поддерживать отношения. И самое главное, что у него остались теплые дружеские отношения и с белорусскими студентами, с белорусскими магистрантами. Вот такие маленькие шаги культурного сотрудничества перерастают в дружеские отношения, где оба государства поддерживают друг друга в вопросах различного характера, объединяют людей, помогают лучше понять друг друга и строят крепкую дружбу. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя, будьте здоровы.